Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. Чемпион России по мини-футболу в стартовом матче основного раунда Лиги Чемпионов потерпел поражение. Правда, несмотря на это, матч этот можно занести в актив. Сибиряки в литовской Юнаве с минимальным счетом уступили Барселоне. Каталонцы активно провели стартовый отрезок. Грамотный прессинг синегранатовых привел к тому, что на седьмой минуте Баис накрыл Андрея Батрева, а мяч подхватил Марсенио. Эксюгорчанин отыгрался с Хаселита и поразил ворота Сергея Логинова. 1-0. Действующие чемпионы Испании могли и удвоить преимущество, но Марсенио на серос угодил в стойку ворот. Реальную возможность отличиться в составе черно-белых упустил Бруно Таффи. Бразилец здорово сыграл на перехвате, вышел один на один с Хуанхо, но мяч с ленточки вынес Марио Ревильос. Концовка первого тайма прошла в атаках Тюмени, но довести их до акцентированного удара не удалось. Во втором тайме Барселона создала еще несколько моментов, но в этих эпизодах сверхнадежность проявил Логинов. Он не позволил обыграть себя ни Хаселиту, ни Марсенио, ни бывшему форварду Тюмени Феррао, против которого персонально действовали Сергей Абрамович и Александр Упалев. Они очень хорошо защитят для меня сегодня. Поэтому я знаю, что когда я вижу, что они будут защитой для меня, я знаю, что сегодня будет очень трудный матч. И я не забываю, поэтому они очень хорошо защитой сегодня. На 33-й минуте Сергей Крыкун должен был сравнивать счет, но Хуанхо продемонстрировал великолепную реакцию. Тюменцы под занавес матча пытались уйти от поражения за счет игры в формате 5 на 4. За пару секунд до финальной сирены все тот же Крыкун в упор расстреливал ворота Барселоны, но попал в штангу. Максимально трудовая победа каталонцев 1-0. Очень интересный матч получился. Вначале где-то чуть-чуть была какая-то неуверенность. Первая игра в Лиге чемпиона. Буквально две смены мы влились в игру. И считаю, ничем не уступили Барселоне в этой встрече. Имели хорошие моменты, могли даже в концовке сравнять счет. Тюменец Муса Магушков выиграл престижный турнир по дзюдо «Большой шлем». За океаном трехкратный призер чемпионата мира выступал в весе до 73 килограммов. Для завоевания золота в столице Бразилии Сибиряку пришлось победить в четырех схватках. Три из них закончились досрочно – японами. Лишь в полуфинале Магушков схлестнулся с чемпионом мира из Японии Суити Хосимото. В голденскор Тюменец оказался выносливее. За это ему воздалось в финале. Муса уже на 36-й секунде отправил примерять серебро Бразильца Давида Лиму. В южноамериканском «Большом шлеме» выступила также тюменка Дарья Давыдова. Весив до 63 килограммов, она стала седьмой, добравшись до четвертьфинала и уступив в утешительном раунде. Волейболистки Тюмени и Тюмгу 11 октября стартуют в российской высшей лиге А. Турниры, которые в последние годы для сибирячих складывался не слишком удачно. Два последних сезона финишировали на восьмом месте. И очень бы не хотелось вспоминать пословицу, что Бог любит троицу. Перед стартом турнира команда усилилась. Наташа Шиварика, волейболистка опытная, успела поиграть не только в родной Сербии, но и в ряде других европейских стран – Италия, Испания, Румыния, Израиль, Словакия. За российскую команду будет выступать впервые. «Я не очень много знаю. Я знаю, что здесь играла одна сербка. Я немного слышала о городе, но о клубе знаю мало. Знаю, что сейчас команда играет во второй по силе российской лиги, хотя раньше была и в суперлиге. В этом есть различия. Конечно, для меня здесь все новое». В первом туре чемпионата тюменкам сразу же предстоят серьезные испытания. В Нижнем Новгороде их ждет встреча с действующим чемпионом высшей лиги А, Нижегородской Спартой, а также с серебряными призерами чемпионата из Череповецкой Северянки. Плюс молодая и очень амбициозная «Уралочка» УРГУ. Времени на раскачку не будет. «Я думаю, что хорошо, что мы будем начинать с сильными командами. Есть возможность сыграть на их несыгранности, не то, что неуверенности. Но я думаю, что каждая команда в течение чемпионата будет набирать мощь и силу, и сыгранность. Поэтому, может быть, на старте, по крайней мере, перед командой я ставлю такую задачу, максимум очков набрать сейчас». С победы из Уфы вернулась домой тюменская дзюдоиска Полина Вакушина. На открытом турнире «Память», где выступали борцы до 15 лет, Сибирячка выиграла три поединка. Воспитанница Центра Олимпийской подготовки добилась успеха в категории до 40 килограммов. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте snta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова